Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол от жизни, и мы продолжаем нашу карьеру за Мадридский Реал. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад, что всех там увидите. Ну что же, первый, кстати, выпуск в 2022 году у нас по Мадридскому Реалу, и сегодня рассказываю, как может быть кто-то и смотрел предыдущие ролики, и у нас идет другой формат теперь наших карьер, мы будем отыгрывать в каждом выпуске по месяцу, то есть вот сегодня у нас будет 5 матчей, это домашняя игра против Камбура, вот этого вместо Шерифа, которого добавили, домашняя Сарая Валейкана, выездная против, я не знаю, это Гранада вроде, или Асасуна, честно не помню, Гранада вроде, вот, домашняя против Интера и домашняя против Севиль, поэтому матч сегодня интересный, вот в концовочке особенно у нас, поэтому посмотрим, посмотрим, как сегодня у нас все сложится, что у нас по составу, ну будет играть первый, как мы видим, потому что второй, наверное, сейчас только предыдущий матч отыгрывал, посещаем пресс-конференцию. Итак, в прошлый раз вы показали, что Реал Мадрид вам не соперник, вот опять какие-то косяки в пресс-конференции, мы обыграли 6-0 по ходу Камбур, не сомневаюсь, что мы снова победим их, вы только что провели тяжелый матч против клуба Эльч, и теперь вас ждет игра с клубом Камбур, ну, про график. Изменения возможны, так что почему бы и нет. В последнее время ваша команда находится в прекрасной форме, ну, действительно, мы, мне кажется, вот именно за Реал проводим самую стабильную карьеру, у нас почти там все победы, даже, я сейчас не вспомню, когда мы в последний раз там очки теряли, все победы, ни одной ничьей, наверное. Ну вот, 5-0-7-0-5-0-6-0-3-1-3-0, то есть мы один мяч всего лишь за октябрь пропустили, здесь что 4-1-2-1-8-0-5-0-5-1-4-2, ну, 2-0-6-0-4-0, ну, и тут вот предсезонные турниры, то есть действительно ни одной, даже ничьей у нас нету, поэтому посмотрим, как мы отыграем. Вот такие вот составы у Камбура у нас, ну, у нас, в принципе, без изменений у всех, по плюс 5, кстати, это, я так понимаю, потолок тонуса, настроя вот этого, ну, поехали. Итак, Мадридский Реал против Камбура, четвертый тур у нас в Лиге Чемпионов, в принципе, в принципе, таких проблем вообще, ну, нигде у нас не было, если так посмотреть, по всем карьерам были какие-то проблемы, может, за Интер, за Боруссию Дортмунд, но, не знаю, за Челси вроде тоже не сильно такие были, но вот за Реал просто, ну, шикарная у нас карьера, я вам только что показывал, каждый матч разгром, но это супер. Кросс, неплохо, и вот такая хорошая передача наперед, здесь Эде Назар, Эде Назар с мячом, и можно и на дальнюю, и Марко Асенсио 1-0, шестая минута, и мы уже сразу выходим вперед. Так, Модрич, неплохо, через Асенсио, здесь и Карим Бензема, передача на Модрича, Модрич на Тони Кросса, хорошая такая распасовка пошла, Бензема, неплохо на Модрича и Бензема, делай 2-0, 2-0, каждый удар у нас пока что залетает, наша ошибка в обороне, Алаба накрыл, неплохо, Тони Кросс, желательно сразу вот так вот на вынос Бензема, через Асенсио, ну и здесь, мне кажется, это все, это сейчас будет счет 3-0, Асенсио, от штанги еще, 20-я минута, мне кажется, уже все было понятно до матча, так, Каземиро, неплохо, Тони Кросс, суперский сейчас, отыграл Карим Бензема, хорошая передача на Эде Назар, а здесь можно и на дальнюю, и Асенсио, этот парень забил хэтрик, 33-я минута, и вот хорошая передача на Эдена Азара, и надо забивать, какой хороший, сейчас действительно вот этот гол получился, 5-й у Реала сегодняшней встречи, аккуратненько продвинул мяч, ну и как в лучшие времена в Челси, Азар забивает, Модрич, шикарный пас на Карима Бензему, Бензема через Тони Кросса, Тони Кросс, Бензема, здесь можно отдавать передачу на немца, 6-0, сейчас мы просто разорвали одной передачей, там, двух центральных защитников, и Асенсио, 4-й, да, Асенсио забивает покер сегодня, 80-я минута, Реал забил больше Камбуру дома, нежели чем на выезде, на выезде 6-0, а дома уже вот 7-0 и 80-я минута. Карим Бензема, неплохо здесь Эден Азар, и заброс пошел на Бензему, никто его не держал, это 8-0, ну что сейчас за шедевры, один за другим забивает Реал, разгромнейшая победа, 8-0, Реал вроде это самая крупная победа, я не знаю, в Лиге Чемпионов в этом у нас сезоне, либо в принципе может быть самая крупная. Асенсио игрок сегодня, скорее всего, в матче, забил 4 мяча, ну сейчас посмотрим. Итак, мы наиграли ровно на 8 мячей, замечательно, Камбуру на 0, ну и в принципе, то есть все логично. Игрока матча получил Бензема, у него 2-2 по результативным действиям, Азар забил 1 гол, отдал 3 голевые передачи, у Асенсио тоже 4 результативные действия, как и у Бенземы, ну и у Кросса, кстати, тоже оценка 10-0, хотя отдал всего лишь 2 голевые, и забил 1 гол. У Мудрича тоже 1 голевая, и все. У Куртуа и у Минди оценка, к сожалению, не выше 7-ки. Итак, приходят сообщения, игроки отправляются в сборные. Куртуа в Бельгию, Кросс в Германию, Атриасоло, Карвахаль, Фернандес в Испанию, Милитао, Каземиро, Венисиус, Джуниор в Бразилию, и Гарет Бейл в сборную Уэльса. Итак, у нас пресс-конференция, в матч против Раева Лейкана. Будем играть вторым составом, пойдемте на пресс-конференцию. Итак, начало сезона для вас было не самым удачным. Конечно же, вот снова, что за бред? Мы сейчас ни один матч не проиграли, все победы у нас в чемпионате Испании. 12 матчей ни разу мы не проиграли. Мы в прекрасной форме. Так, в прошлой игре вы одержали блистательную победу. Ну, настрой не имеет никакого значения, именно настрой Раева Лейкана. Ну что же, домашняя снова у нас игра. Играем, естественно, вторым составом. Поехали. Итак, Реал Мадрид принимает Раева Лейкана 13 тур чемпионата Испании. У Реала пока что 12 побед из 12 в чемпионате Испании. Ну и посмотрим, как сегодня сложится судьба. Мне кажется, даже не Реала, а именно Раева Лейкана. Как валится-то, накручивает. Иско. Хороший пас на Вальверде. И это 1-0. 34-я минута. Поздний, конечно, гол для нынешнего мадридского Реала. Но гол есть гол. Убирает. Подает на дальнюю. И Скот делает счет 2-0. 64-я минута. Мало-мало забивает Реал все равно. Но если забьют еще один, в принципе, победа уже будет разгромной. И минимум уж точно эта команда по ходу этого матча выполнит. Модрич, который вышел на замену вместо Федерико Вальверде. Отлично сейчас отпасовал на Бейла. Тут бежит в атаку. Наперед на него отдают. Передачу на Йовича не забивает. А вот Венисиус забил. И это 3-0. 72-я минута. Ребята замечательные отыграли. Интересно. Начо. Передача на Иско. Пролазит. Пролазит. И это 4-0. Начо Фернандес еще оформляет на себя голевую передачу сегодня. Шикарный пас он отдал сейчас на Иско. И тот забил. Ну, посмотрите как. Протиснулся в дальний низом. Пробил. Супер. И все. Финальный звездок. 4-0. Реал разгромил Райвали Кана. Но мне кажется, вот именно по игре очень вяло сегодня показал себя Реал. Не то, что где-то там, раз я забивал 7 мячей, 8, то и должен так каждый матч. Но нет. Просто поначалу большинство даже мячей сегодня пропустил Райвали Кана во втором тайме. Вот. 7 мячей мы должны были забивать. Райвали Кана тут на 1-то наиграл. Но у нас хорошо оборона отыграла. Лучшим игроком признан Иско. У него дубль плюс голевая. Бейл отдал 1 голевую передачу. Венисиус отдал голевую передачу. Вальверде успел отличиться забитым... Венисиус забил, прошу прощения. Вальверде также отличился забитым мячом. Начо Фернандес отдал голевую. Ну и низкий рейтинг самый у Адриасолы 6,7. Ну и в принципе у Модрича. Он отыграл сколько получается там? 27 минут. Ну и оценка 5,9. То есть где-то что-то вот не получилось у него влиться в игру. Итак, сборная России нам предлагает стать главным тренером. Значит, Карпина там уже оттиснули. Но мы не соглашаемся. Начо Фернандес травмирован на 3 месяца. Перелом пальца ноги на тренировке. Просто замечательно. И еще один игрок травмированный. Что такое сейчас происходит? Я понять не могу. Это баг какой-то. В 2 дня подряд у меня травмируются 2 игрока на 3 месяца. Что за бред сейчас произошел? Еще сейчас будут травмированы? Вроде как нет пока. Но как это вообще? Они сейчас именно в сборной там иначе вроде вызывали. И Бейла. Ужас какой-то. И кем я теперь играть-то буду? Ну Бейла, кстати, все. Я читал ваши комментарии по поводу того, что Бейлу надо сменить позит. Все. А сейчас мы его на ПФА. Не знаю, может быть у него рейтинг изменится. Там 83 может. Да, поэтому я понимал, почему вы мне предлагали. Я в одной из карьер видел в своих. Что если менять позицию, там некоторым игрокам у них и рейтинг даже повышается. Поэтому замечательно. Давайте вингера поддержки мы сделаем. Поэтому Бейл у нас теперь с 83 рейтингом, а не с 81. Поэтому супер. Ну что же, у нас сейчас игра против Гранады. Будем играть вторым составом. Но и Бейл, и Начо Фернандес. Игроки моего второго состава. Мне просто действительно некем будет играть 3 месяца. Я не знаю, сейчас посмотрю. Я никого вроде в аренду-то и не сдавал. Есть чувств, но не 67-го же мне игрока вызывать. Отзывать точнее. А по поводу того же вот Бейла, я не знаю. Есть Ранье, но он на ЦФД ЦАП. То есть вообще не его позиция. Родриго он ПФА только. Кубо тоже не подходит. Барахим, ЛФА даже больше. Поэтому вот с такими я и не знаю, что делать. Ну значит будем играть Асенсио. Будет кто там играть еще, может быть, Алаба. Других вариантов у меня просто... Нет, а, ну да, нас сейчас же еще и не запустят сюда. Так что надо сразу изменить. Итак, Асенсио ставим в второй состав. И я даже и не знаю, правда, вот кого стоит. Ну, Алаба возрастной, давайте Делихта. Пусть он в два раза больше практики получает. Может быть и рейтинг у него поскорее прокачается. Так, еще и на скамейке запасных. Они у нас оба еще и на скамейке запасных были. Кстати, у меня есть Марвин. Вот такой паренек, 68 рейтинг. Давайте его возьмем на скамейку запасных. Почему бы и нет. Тем более, если у нас будет такой счет, каждый вот разгромный. Может быть, будем их выпускать. Ну и здесь тоже. То есть, Марвин сейчас у нас будет чаще попадать в заявку. Будет там Рад, скорее всего, будет прокачиваться. Итак, Гранада Реал. Играем вторым составом. Поехали. Итак, Гранада принимает Мадридский Реал. Двое травмированных игроков у Реала. Бейл и Начо Фернандес. Это очень, конечно, плохо. Тем более, для второго нашего состава неким теперь у нас просто играть. Но будем, если что, ротировать как-то. Хороший заброс пошел. И Иско открывает счет в сегодняшней встрече. 1-0, 12-ая минута. Иско неплохо через Йовича. И Иско, 2-0. Парень забивает дубль. Вроде снова. Он и против Раев Валикана тоже забил 2 мяча. Поэтому замечательно все. Передача на Йовича. Тихо-тихо-тихо. Здесь спокойно. Друг с другом столкнулись. Игроки Реала. И передача на Венисиуса. Тот рабоной забивает. 3-0, 55-ая минута. Супер. Йович. Супер. Вальверде. Передача на Иско. И тот забивает хэтрик. Все суперски сделал для него Вальверде. Кстати, который по ходу в матче с Раев Валикана никакого повреждения это и не получил. Просто может быть какой-то болезнь. Может растяжение какой-нибудь. Вот такой. Но травму серьезную не получил. А раз сегодня он снова в старте. Поэтому все замечательно. Только вот у нас потери. Это Начо Фернандес и Гаррет Бейл. Касенсио. Неплохо. Марко Асенсио. Дальше продвигается. Передача какая на Иско. Четвертый. И четвертый мяч забивает Иско. Покер. Сегодня покер и у Асенсио был в Лиге Чемпионов. И у Иско в Чемпионате Испании. Отдохнули. И вот Йович. И. Вальверде отбивает. Йович выигрывает. Вот это вот верховое единоборство. 6-0. Реал переигрывает Гранаду на выезде. Сейчас будут две замены. Выпущу Алабу. Чтобы отдохнул Делихт. И выпущу Марвина. Вот этого 68-го рейтинга. Молодого нашего паренька справа. Йович. Здесь можно и на вот этого. А, это Венисиус даже. Я думал, это Марвин. Венисиус. Выход 1 на 1. Что будет делать бразилец? Ой-ой-ой. Это пенальти. Это, естественно, пенальти. Венисиус шикарно накрутил-навертел. Я бы отдал бы Венисиусу сейчас. Сам заработал парень. Пусть сам и пробьет. Так, у него 66 пенальти, правда. Но да ладно. Итак. Отлично. Получилось. Супер. 7-0. Уже не такие, конечно, эмоции, когда первые мячи там забивали. Но все же. Все. Финальный свисток. 7-0. Реал разгромил Гранаду. Лучшим стал, естественно, Иска. У него 4 забитых мяча за 5 ударов. Шикарная статистика. Итак, по статистике. По статистике мы наиграли аж на целых 10 мячей. Но забили всего лишь 7. Так что у Граната нам еще можно сказать спасибо. Итак, 3 игрока получили по оценке 10-0. Венисиус забил дубль. Йович забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Иска стал игроком матча и забил 4 мяча. Вальвер да, отдал 1 голевую передачу. И, в принципе, все. Самый низкий рейтинг, я так понимаю, это у Адриасова. Но можно и там дальше посмотреть. Может еще у кого-то нет. Именно у Адриасова. Так что все получили сегодня оценку выше 7-ки. Именно стартовые игроки. Супер. Так, Родри у нас развился как опорник. Я сейчас не знаю, можем поменять ему. Если есть какая-нибудь. Побыстрее. Да, есть. Сейчас посмотрим, какая мне нужна от него. Давайте якорь, потому что скоростные характеристики могут там прокачаться. Да и, в принципе, побыстрее здесь это будет, нежели чем на других. Так, приходит сообщение от Каземиро. Говорит, что я в хорошей форме. Ну, он, естественно, выйдет. Это основной игрок. Поэтому сейчас у нас 2 матча подряд будет играть первый состав. Ну что же, какая сейчас у нас ситуация. У нас осталось 2 матча. Если, если мы проиграем 2 матча, и тем более сейчас Интеру, а Интер выиграет 2 игры, то, то Интер может выйти еще с первого места. То есть нам сегодня главное не проиграть. И, в принципе, все. Мы выйдем с первого места. Поэтому это сейчас важная такая игра. Вот за первое место. Поехали на пресс-конференцию. Итак, Бензема находится в хорошей форме. Ротация очень важна. Парень будет выходить, естественно. У Интера есть все шансы обыграть нашу команду. Вероятность есть, скажем, у всех команд есть такая вероятность. 5-1 мы разгромили Интер в прошлом матче. Не сомневаюсь, что мы снова, кстати, победим. То есть у нас так получилось, что в этом году и Реалы Интер, за которые я делаю карьеры, они еще и в одной группе Лиги Чемпионов. Поэтому вот как-то так. Асенсио сейчас лучший бомбардир Лиги Чемпионов. У него 7 забитых мячей. И он сегодня стартовый игрок. Так что Сантьяго Бернабео принимает матч. Поехали. Итак, Сантьяго Бернабео. Реал против Интера. Пятый тур Лиги Чемпионов. Мы начинаем. Сразу вперед на Эдена Азара. Против него Милан Шкринер. Ну и все. Вроде как проходит Бельгийц. Подключение есть. Подключение есть. И это Асенсио забивает 8-й гол в Лиге Чемпионов. Так, Эден Азар. Неплохо. Можно на Бензему отдавать. Все. Но это выход 1-1. Надо реализовывать. В итоге отдает пас на пустые для Асенсио. Тот забивает дубль. Мне кажется, Асенсио будет бороться за звание лучшего бомбардира. Раз у него это выходит. Будем пасовать чаще на него. И какая распасовка Модри 4-0. Вы просто посмотрите. Буквально, как говорят на пятачке. Сделали эту атаку. Распасовались. Супер. Четвертый матч уже подряд сегодня. Ой-ой-ой. Сглазил. Да, сглазил. Как только сказал, что мы сегодня ни одного мяча не пропустили. В итоге нам забивает Деврей. Деврай. Здесь Карим Бензема. Видит. Видит забегание Асенсио. Тому надо забивать хэтрик, мне кажется. И хэтрик. Хэтрик Асенсио во втором матче Лиги Чемпионов подряд. Супер. Нет, Бастони шикарный из пустых прям вынес. Но Ханданович Асенсио уже отыграл. Это пенальти. Это пенальти Асенсио самого заработал. Он сам будет его забивать. Ну, пробивать именно. Забивать еще пока что не знаю. Так, ну у нас в прошлом матче был пенальти. Забил его Венисиус. Смотрим, как сыграет сейчас. Ой-ой-ой. Угадал. Может быть нет. На добивание уже у Асенсио не получилось. Но в любом случае хэтрик станет игроком матча. Но вот с пенальти, к сожалению, у Асенсио не получилось реализовать. Все. Финальный звездок. 4-1. Разгромная победа над Интером. Я не помню, как прошлый матч с ними сложился. То ли 3-1, то ли так же. Может быть 4-1. Но вот хэтрик очередной у Марко Асенсио. Итак, мы наиграли на 8 мячей. Интер вот как раз на 1. Если так округлять. Так что где-то наши моменты не доходили. Хорошо играл Ханданович. Итак, по рейтингу игрока. Асенсио игрок матча, естественно, 3 забитых мяча. Бензема дал 3 голевые передачи. У Азара голевой пас. Ну и забил Лука Модрич. Ну и у всех выше шестерки. Так, приходит сообщение от игроков. Пихверт, спасибо за то, что верите. Хоть я не отношусь к числу ключевых игроков этой команды. Горжусь тобой. Так, ну и Казимира. Ценит то, что мы прислушаемся к нему. И даем играть, пока он в форме. Итак, игра сейчас у нас против Сивили. Они идут на 4-м месте. Что у меня по старту составу? Бензема, кстати, не готов. Но я не буду его выпускать. Значит, Йовича выпущу в старте. Итак, опять не самая удача у нас с начала сезона. Что за бред? Реал Мадрид проводит победную серию. 14 матчей мы в прекрасной форме, действительно. Так, кто выиграет? Проведем матч и увидим. Все. Ну что же, Реал против Сивили. Выпустим только сейчас в старте Йовича. Который готов. И это замечательно. Ну все. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, Реал принимает Сивили. Как нас связывает Сивили? Мы отдали туда Камовингу. В аренду я не посмотрел, играет он сегодня или нет. Но увидим это по ходу матча. Да, вон он, кстати. Его сразу видно. Темненький. По 26-м номерам. Ну посмотрим, как отыграет. Так, Рос. Хороший пас на Йовича. Тот забивает. Я даже не видел ворота в момент передачи. Просто отдал пас на Йовича и решил пробить в касание. То есть так камера даже не успела с этим моментом. Ну, пока что все супер. Йович хорошо подменил Бензему. Как минимум уже открыл счет на 10-й минуте. Глубокий пас назад. Здесь Камовинга подключается к атаке. И, можно сказать, предголевой пас отдал именно Камовинга. Снова мы пропускаем второй матч подряд. Забивает нам Иван Ракитич. Так, Алаба. Хорошо, как и Йович забивает дубль. Вот так вот с такого рикошетика получилось забить. И вышли вперед снова перед самым перерывом. В итоге все. Минимальная победа Реала над Сивилией. Все-таки нашли мы такого грозного для нас соперника, что вот только по минималке мы смогли их обыграть. Ни одного забитого мяча, кстати, не было во втором тайме. Все забили. А в первом дубль Йовича, мне кажется, очень хорошо заменил Бензему. Ну и других сегодня, в принципе, на поле даже не видно было. Мы наиграли на 5 мячей. Сивилия на 2. Так что победа у нас должна была быть разгромной. 5-2. Ну, получилось, что получилось. Итак, Йович стал игроком матча. Забил дубль. И Кросс отдал голевую передачу. Также Делихт отдал голевую передачу. Ну и провалились сегодня. Карвахаль 5-2 оценку получил. И Эден Азар 5-5. Итак, пришло предложение по Альваро Андреасоле. Мы его выставили на трансфер. Также его готовы были в Вилериалу надавать. Надавайте 27-600, согласимся. То есть почему бы и нет. Итак, у нас ежемесячный отчет о нашей молодежной академии. Ну вот, Хироя Фукуда завершаем. Потому что ниже у него потенциал 90 уже стал. Есть у нас Руиз. С рейтингом, так сказать. 64, поэтому мы его сразу добавим в основной состав. Ну и также пришел отчет от скаутов. Ну, результаты получения. Ну вот есть Даниэль Рамос, кстати. Интересный как вариант. Ну и сейчас нам бы этого паренька, левого защитника, сдать бы в аренду. У нас есть два уже игрока из Академии. Это Анхель Пачека и Луис Руиз. Кстати, оба очень даже перспективные. В 16 лет рейтинг 63-64 имеет. Поэтому обоих в аренду пока что сдадим. Итак, я попересмотрел сейчас многих игроков в центре составов и многих молодых с аренды. То, что я их выставлял на аренду, я их выставил всех, большинство на трансер. Поэтому будем скоро получать предложения. Пока что получили предложения по Милитау. Манчестер Юнайтед им интересуется, но мы отклоняем. Они даже меньше, чем Реал Соседат предложили. Ну, на этом все. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол Этожи. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok